Заказал себе ботинки Adidas для прогулок собакой весной и осенью по грязи. Производитель заявляет, что они непромокаемые, то есть это такие трейловые ботинки с технологией Gore-Tex. Вот он, язычок, говорящий, что эта технология здесь есть. Некоторые обзорщики надевают их на ноги и начинают поливать их водой. Я так делать не буду, я просто вот эту вот штуку засуну, которая была внутри. Вот она сухая сейчас. И включу воду. Я не знаю, будет ли вода попадать через вот этот язычок, но я сейчас уже вижу, что вот по поверхности вода просто стекает и вовнутрь не попадает, что все нормально. Ну, я думаю, будет достаточно. Так, не очень удобно одной рукой снимать. Вытаскивать эту штуку. Так, вот она, совершенно сухая. Думаю, что могу эти боты рекомендовать для таких вот прогулок по городской грязи. Да, может быть, и не только по городской. Это модель Теракс из Трэйл GTX. Есть просто из Трэйл без Гортекса. Вот они промокаемые. А вот эти вот влагу не пропускают. Думаю, что с ними все будет тип-топ. Технология Гортекс представляет из себя тонкую мебрану, которая вшита внутрь ботинка. Это такой, можно сказать, внутренний носок, который не дает влаге попадать на ногу. И она есть, эта технология. Не только у Адиков, есть еще у Asics, как минимум. По крайней мере, Asics'ами я интересовался, пытался найти себе ботинки адекватные по цене, по качеству и по внешнему виду. Но таких не нашел. Подошва офигенно мягкая. Блин, я еще думал, оставлять их или нет. Может быть, сдать обратно. Что-то как бы такой дизайн немой. Ну, блин, я походил в них, и они мне очень нравятся. Эли, тебе нравятся боты? Иди сюда. Смотри, нравится? Плевые? Оставляем? Да, хозяин, зачет ботинки. Конечно, оставляем. Да, Элька? Ну все. Скоро опробуем. Пойдем на прогулку по мокрому снегу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.